Всем-всем огромный привет! Наконец-то я забрала свой заказ в компании Avon по первому каталогу. В субботу, к сожалению, не привезли. Многие девочки ждали и субботу, и воскресенье, но вот привезли только в понедельник. Хочу показать вот эту страницу. Тут было такое предложение, что если вы делаете в 17-м каталоге заказ на 1800, но тут разные цены и разные подарки. У меня вот этот получился. Можно было в первом заказать либо набор из лака и аромата Incandescence, либо маску для волос. Я взяла вот этот наборчик, но он мне не пришел, причем в прайс-листе он был пропечатан. Голая строчка, 0,00 рублей 0,00 копеек, и ни под какой цифрой он не стоял. Не знаю, почему его не прислали. Заказ у меня был сделан на 2500, но они мне не положили рюкзак Мадину. Вместе с 17-м заказом. Но, тем не менее, он был заказом. И прислали его вместе с первым каталогом, этот рюкзак. Но подарка не положили. Хотя вина не моя. Не знаю, почему, с чем это связано. Ну, давайте я и начну с рюкзаком Одина. Вот так он выглядел. Очень я его ждала в 17-м каталоге. Хотелось уже с ним ходить. Ну, приехал он ко мне с первым. Очень понравился. Мне вот девочки в комментариях писали к 17-му заказу, что нравится, очень хороший. Вот так он выглядит. Тут боковые кармашки. Кстати, он не маленький. Объемный достаточно. Боковые кармашки идут на кнопочки. То есть, вот это как обманка получается. Ремешочек. И достаточно глубокий. Туда и телефон уместится, и целую косметичку можно сделать. Мой коричневый рюкзачок, кто видел, знает. Боковые кармашки тоже имеют, но они открыты. Поэтому в них особо ничего не положишь. И главное отделение идет на кнопки. И на вот такой затягивающейся шнуровочке. Вот он, прямо как сумка о войске. Ну, не о войске, а мешок. Скорее, мешок. Здесь боковой карман на молнии. Документы будет, куда положить. Паспорт хорошо войдет в него. А с этой стороны один карман, ну, как бы для телефона, наверное, считается. Вот такая вот сумка-рюкзак. Давайте затянем обратно. Понравился. С удовольствием буду носить. Прям понравился очень. Единственное, что... Ой, бах. Единственное, что кнопку быстро не застегнуть. Вот так. Ручки, ремни, сами лямки регулируются. Далее. В распродаже заказали мы шарф женский. Он шел за 299 рублей. Прямо он на главной странице распродажи был. Такой темно-зеленый. Давайте я вам его тоже покажу. Большой. Большой. Вот он напополам сложен. Вот такой. И, наверное, 2 метра в длину. Размер у него большой. Видно тут идет орнамент. Цвет приятный. Прямо глубокий такой. Наверное, цвет моря такого вечернего. Очень симпатичный. Но чувствуется, что здесь полиэстер. Но шарф неплохой. Давайте кисти поближе покажу. Потому что кисти интересуют многих. От кистей многое зависит. Они могут как дешевить, так и облагораживать. Так. В общем, вот такие кисточки. На концах они немножко распушены. И сделаны узелочки. И так на каждой. Немножко похоже на скатерть 80-х. Но в целом общий вид-то неплохой. Вот они так болтаются неплохо. Ну, по крайней мере, близко я показала. Для меня неплохо. А кому-то может не понравиться. Поэтому я показала поближе. Шарфик взяла себе моя сестренка. Будет носить. Так, как мне положить, чтобы и рюкзак, и шарф было видно. Из больших сразу тоже покажу, что было интересного. Это уже я по баллам взяла. Вот такой органайзер. Давно на него смотрела. Он в каталоге. Ну, сейчас в распродажах рублей 700 уже стоит. Но это немыслимая цена, мне кажется, очень дорого. Но так как я люблю всякие блокнотики, разные такие органайзеры, у меня прямо не могла мимо пройти, когда увидела его в Эйвен-клубе. Идет на молнии. Вот так открываете. Не помню, сколько баллов, но 200 точно баллов он шел. Здесь калькулятор. Этот калькулятор можно на липучках снять. Можно вернуть обратно. Работает он хорошо. Здесь кармашки для чего хотите. Здесь большой карман. Здесь вот так большой карман. Ну и, соответственно, вот сам блокнот. Блокнот обычный. Он вставляется вот сюда. Отделение задняя стеночка. Вот туда втыкается. И блокноты можно менять любые. Ну или в Эйвен брать сменные. Есть у них сменные. Страниц не так уж и много в блокнотике. Ну, такой вот он. Понравился и дизайн. Понравилось. Очень солидно смотрится. Не знаю, стоит ли это 700 рублей. Но по баллам было одно удовольствие заказать. И буду пользоваться. Давайте поставим вот сюда, чтобы было хорошо видно. Дальше. Давайте я вот здесь покажу. В фокусе были несколько новинок. Вот такие. Я не знаю, мне кажется, это не новинки, а скорее демо-предложения для представителей. Потому что уже вышли вот эти вот тональные основы. Первый идет тональный крем для лица с успокаивающим действием, спокойное сияние. Подходит для чувствительной кожи, увлажняет и придает свежий, сияющий вид. А второй матирующий тональный крем для лица с успокаивающим действием, спокойное сияние. Подходит для жирной и комбинированной кожи. Превосходно матирует, успокаивает и выравнивает тон. У меня один есть такой крем. И сейчас второй я взяла девочки. Оттенок она выбрала слоновую кость. Очень выгодное предложение для представителей. 455 рублей полная цена. За 170 можно было взять. Можно взять было представителю по одному экземпляру каждого оттенка. Давайте теперь посмотрим, как он выглядит. Вот она, слоновая кость. Айвори, пивори, как правило. Давайте посмотрим. Единственное, конечно, я не сделаю сводч никакой. Но покажу сам цвет. Вот такой цвет. Сейчас дневное освещение. Это блики от окна. Вот такой цвет. Мне кажется, вот с моим тоном кожи подходит. Надеюсь, я и моей заказчице понравится. Кстати, заказчица, привет тебе большой. Это Оксаночка. Оксана Александрова себе сказала. Я в посылке перешлю. Тоже новинка. Это пена. Новые две пены были по фокусу. Давайте я вам тоже обе покажу. Одна розовый букет, а вторая шоколад и апельсин. Так вот они. Так смотрится. Два медвежонка. Один белый, второй бурый. Я взяла розовый букет. Вот такой. У меня пены еще есть, поэтому хотелось хотя бы одну новиночку взять. Понравился аромат. Нежный такой цветочный аромат. Приятный цвет. Тоже нежно-розовый такой. Мне кажется, такой слабый аромат роз. Приятный и дизайн приятный. В ванной будет стоять и радовать глазки. Также была новинка. Это увлажняющий крем-гель для душа. Сладкая мечта. В эту сладкую мечту входит... У меня она пришла, видите, не на русском языке. Но входит тут шоколад и кокос. А по аромату конфеты, ириски, аромат ирисок. Да, прям такой сладкий-сладкий аромат ирисок. Такая сладкая мечта. Меллер. Если ириски не назвала. Ириски Меллер. Давайте вот здесь поставим. Следующее, что было в заказе, это от Naturels. Абсолютная сила. Это неплохой спрей. У меня его берет всегда одна моя подруга. Мне самой такой спрей нравится больше, как ароматизатор. Приятно пахнуть потом волосики. И я люблю на сухие волосы. На мокрые я его не чувствую. Потому что у меня волосы в не очень хорошем состоянии. А подруге понравилось. И она уже берет прям, как заканчивается, берет новый. Следующая в заказе была от Kea. Интенсивная помощь. Это крем для рук, ногтей и кутикулы. Тоже вторая моя подружка берет каждую зиму себе. И говорит, нравится. Прямо заканчивается. Берет новый. Открывать не буду, но не мое. Дальше. Было два спрея в заказе. Сладкая слива и ваниль. Поедет тоже вместе с тональным средством в Новый Уренгой. Приятный, очень приятный. Зимний, сладкий, домашний аромат. У меня такой есть. Я им с удовольствием зимой пользуюсь. Классненький. Приятно, нежно, сладко пахнет сливкой. Этот я взяла себе ежевикой ваниль. Пленительный ежевикой ваниль. Новиночка. Тоже сладкий зимний аромат. У него есть небольшая кислинка малинки, ежевички. И это как-то в ваниле. И поэтому нежный аромат получается. Даже, я бы сказала, парфюма. Но, честно, ароматы не люблю описывать, потому что вкусы у нас разные. Часто меня ругают, что я там сказала, нравится вкусно по аромату, а кому-то не нравится. Поэтому это сугубо индивидуальное восприятие. И на аромат даже не стоит обращать внимание, как мы описываем. Пилка-шлифовка. Кто-то любит брать без конца в Эрифлейм. Вот у меня одна подружка берет всегда в Эйвен. Как она у нее стирается, она берет новую. Вот так смотрится пилочка. Она двухсторонняя. По-моему, неплохая. Она уже в новом дизайне идет. Ну, тут бумажка. А так Footworks. Там должно написано быть. Следующая. Тоже у меня заказ виртуальный. Это база. База под тени. Вот в таком оттенке. Но она в Эйвен одна единственная. Любимица очень многих. Покажу вот так с этой стороны. Прекрасная база. Когда она свежая, ее хватает надолго. Но со временем она подсыхает. Вот такая база. Дальше. Тоже в заказе. Было два бальзама для губ. Один Кеа масло какао. Входит. Сейчас я вам открою и покажу. Вот сам бальзам смотрится вот так. Симпатично. Если вы любите сладкие ароматы какао, тогда понравится. Для многих это считается навязчивый аромат. Многие девочки пишут, что не выдерживает такой аромат на теле или на губах. У меня у самой есть. Я люблю. Для меня вот эта сладость неприторная. Для кого-то это прямо очень приторно. Ну, неплохой бальзам. На моих губах работает. И вот такой защитный бальзам для губ. Тут тоже надо вскрывать полоску, чтобы открыть. По-моему, он белого цвета. Вот такие два бальзамчика. По продуктам не очень информативно. Скорее, больше так вот по ароматам я немножечко описала. Давайте так подвинемся. Дальше. Дальше грустнее. Три продукта. Даже не буду заострять внимание. Вот коричневая тушь была в заказе от Color Trend. На нее была хорошая цена. Я ее вот сюда положу. Почему показываю? Просто хочу на цену обратить внимание. Поэтому и показываю. Где-то тут на последних страницах были вот эти туши. Любая тушь 125 рублей. И у меня подруга взяла коричневую. Вот такую. Она ее берет постоянно. Поэтому, когда она видит хорошую цену, сразу она ее берет. Поэтому... И еще покажу три средства. Но открывать их тоже не буду. Это из серии Lux. У меня заказали 4 помады. Но, к сожалению, пришло 3. Вообще, у серии Lux было отличное предложение. Я не буду открывать, потому что там блестящие тюбики. Все равно помады не мои. Могу заляпать и будет некрасиво. Я просто хочу обратить внимание на само предложение. Это, кстати, вот шарфик. Ну, я бы сказала, что шарф полностью соответствует тому, как его здесь изобразили. Вот прямо ни в чем не приукрасили. Такой он и есть. Ну, про помады. Давайте я про помады покажу. Предложение просто очень хорошее было. Можно две взять за 450. И у меня взяли две девочки. Но, к сожалению, две пришло, а у второй девочки пришла только одна помада. Но она придет в следующем. Ей придется просто ждать еще три недели следующего заказа. Это, конечно, очень плохо. Помады показывать не буду, а предложение показал. 450 рублей для двух помад люкс. Это шикарно. Это очень здорово. Дальше. В заказе были вот такие вот перчаточки. Это для спа-процедур. Они стоили что-то не очень дорого. Быстро не покажу, наверное. Покажу. Ну, покажу. 155 рублей по каталогу. Такие перчатки были. Они чисто белые. Вот такие. Видим. Ну, открывать, естественно, не буду. Да. Бывает, что открывать можно там сбоку, а тут повредится упаковочка. Ну, и сейчас покажу более-менее информативную же информацию. Мне пришла куча пробников. И парфюмы, и помады. Поэтому давайте мы с вами по очереди посмотрим. Мужская линейка. Вот такой новый аромат. Мужской мэн называется. Это туалетная вода. В ней... В ней... В ней... В ней... 50. Ну, будем каталог листать. Посмотрим, сколько в ней миллилитров. Не помню. Либо 50, либо 70. Но могу напутать. Поэтому... Сейчас по-быстрому скажу. По-моему, он тут был. Да. Вот он. 75 миллилитров. 525 рублей. Если бы взяли сам аромат. Прекрасный дизайн флакона. Нанесла на себя, на запястье я этот аромат уже достала. Нанесла. Моему мужу понравилось очень. Сыну понравилось очень. И мне тоже понравился. Аромат действительно мужской. В него входит свежая мята, яблоко, мох. Мяту я не слышу. И никто мне из мужчин моих сказал не слышит. Скорее показалось цитрусы с цветами. Ну, вот, наверное, это кислинка, яблоко. Не знаю насчет моха. Как пахнет мох. Но аромат мужской очень приятный. Он нежный, свежий. Какой-то вот... Знаете, с утра принять душ и вот эта вот свежесть. Даже какая-то, мне кажется, зимняя такая свежесть. Приятный аромат. Понравился и мне, и моим мужчинам. Ну, маленький-то, конечно, совсем молодой. Прислали мне две еще вот водички. Женские. Пробники. Я их не заказывала, но мне прислали. Так, как вам показать название. Summer White. Вот такой. Зачем прислали, не знаю. Может быть, будет какая-то выгодная цена. Я еще не тестировала. Если вот на первый прямо, только-только, то что-то приятное, цветочное. Достаточно нежное. Но я не люблю тестировать ароматы так, потому что у меня бывает, что позднее уже что-то раскрывается. Следующие ноты. И не нравится. Но сейчас пока нравится. И второй аромат прислали. Так, сейчас я вам тоже попробую крупненько показать. Так, где он? Вот такое название имеет. Да? Тут название? Угу. Вот это название. Девочки, мальчики, прошу прощения, что открываю с вами. Прямо с почтой, галопом. Единственное, что успела кота с дерева снять. И ничего еще не глядела. У меня просто тысячи людей там всю личку забили, что давай быстрее. Тоже очень приятно. Есть небольшая свежесть и цветы. Точнее не опишу, потому что, опять же, я говорю, это неблагодарное дело описывать ароматы. Меня потом обвиняют, что ты тут научила. Был вот такой пробник, омолаживающая сыворотка для лица «Максимальная молодость» от «Энью». Это, скорее всего, будет новинка какая-нибудь каталога. Поэтому потестирую уже, наверное, с утра. Потому что сыворотку я люблю с утра наносить. И пришли два пробника. Это помада «Матовое превосходство». Вот здесь написано. Давайте я покажу вот так вот линейку, которая у них есть. И мне пришли два пробника. Первый, вот он тут прямо представлен, это нежный розовый. И второй отдельно положили, это сочный розовый. Вот такие вот два пробника. Но это, конечно, мы сейчас с вами и посмотрим. Нежный розовый, который более-менее такой нейтральный, выглядит вот так. Мне кажется, вечером камера лучше у меня передает, нежели при дневном освещении. Вот такой оттенок. Приятный. Давайте я... Вот он снизу. На руке он светлей, да? Вот этот оттенок. Ну и давайте сочный розовый тоже посмотрим, откроем. Название написано вот здесь. Давайте посмотрим его. Но он такой прямо яркий-яркий. Какой даже неоновый. Мне показалось. Да, очень такой яркий неоновый цвет. И давайте сравним. Вот он здесь. И вот он на руке. Ну, в любом случае, похож. На руке это же не на губы. На более светлый тон я наношу. Вот они так смотрятся. Тут два крайних, а тут кверх ногами они же получаются. Можно сделать вот так. Да, вот они. Ну вот верхний-то мне понравился. Я обязательно на губах сейчас попробую. Нижний-то для меня вообще не носибельный. А вот верхний-то попробую с удовольствием. Потому что матовые помады меня стали интересовать. Они мне никогда не шли. Но теперь хочется почему-то тестировать и пробовать. Бывает нам кажется, что нам не идет что-то. А попробуешь, и вроде ничего. Вот такой был у меня заказ. Пришла литература, которую мы сейчас с вами будем листать. Первая пришла вот такая открытка. Спасибо, что вы с нами. Тут они, Эйвен, компания, извинения свои приносит. Потому что у них технические неисправности в работе с сайтом. Я думаю, что вот когда не приходят заказы или подарки, это является неисправностью. Причем такой обидный немножко. Потом пришла распродажа второго каталога. Полистаем с вами. Сейчас далеко не буду убирать фокус с красивой девушкой. Вот такой. Ну и, естественно, второй каталог, который много внимания уделяет мужчинам. И предлагают разные его виды подарки, которые являются новинками. Далеко не уходите. Сейчас будем сразу листать. Сама не смотрела, будем листать вместе с вами. Поэтому самой интересно. Вот и все. Такой у меня был заказ по первому каталогу. Спасибо всем за внимание. Всем до новых встреч и встретимся в следующем уже ролике.